Галерея жуликов Паука видела довольно необычных персонажей за эти годы. Добро пожаловать на WatchMojo Россия, и сегодня мы представим топ-10 крайне странных злодеев из комиксов про Человека-паука. Прежде чем начать, хотим напомнить, мы публикуем новые видео каждый день, так что не забудьте подписаться на наш канал и включить оповещения о наших видео. В этом списке мы расскажем о самых странных, самых жестких или просто сумасшедших злодеях, которые когда-либо сражались против Человека-паука в комиксах. Обратите внимание, что мы включили злодеев, которые в конечном итоге стали героями. Номер 10. Рой. За годы Человек-паук противостоял злодеям, сделанным из довольно странных вещей. Тело песочного человека состояло из песка, тело гидромена могло превратиться в единистое вещество, а тысяча – это… что ж, тысяча пауков в коже. Ну, чем меньше сказано об этих кошмарных персонажах, тем лучше. Рой заслужил свое место среди этой странной кампании тем, что он является человеческим сознанием, управляющим колонией пчел и сотни тысяч особей. Мы знаем, что вы думаете, пауки страшнее, но… Рой также нацист. Да, этот злодей-нацист, чье тело состоит из пчел. Повеселись с ним, спайди. Номер 9. Пятно. Не позволяйте скромному прозвищу обмануть вас. Этот злодей не так прост. Конечно, он выглядит как тот, кому отказали в плохой экранизации 101-го Далматинца, где собак играют люди, но эти пятна не просто для показухи. Неудачное открытие привело к тому, что доктор Джонатан Он покрылся черными пятнами. Они фактически создают порталы в другое измерение, которые он может использовать для телепортации. Благодаря пятнам он может перемещать себя, предметы или даже, к огорчению паука, героев. С его странными способностями и даже более странным внешним видом, пятно определенно заставляет читателей присмотреться к нему получше. Номер 8. Шатра. Этот злодей из комиксов о пауке наступает на пятки конкурентам, появляясь в сюжетной арке, которая сама по себе, ну, очень странная. В отличие от некоторых героев Марвел, Спайди редко вступает в конфликт с чем-то оккультным или сверхъестественным, предпочитая злодеев, использующих технологии, мутанты и других существ, улучшенных с помощью науки. Во время этой противоречивой сюжетной линии мы узнаем, что способности Человека-паука связаны с тотемистическими сверхъестественными силами. Он несет в себе силы тотема паука. Странно, правда? Ну, не так странно, как Шатра, существо из астрала. Будучи осой-пауком, цель Шатры скормит Человека-паука ее нечестивому потомству. Стремно это все. Номер 7. Кенгуру. В царстве животных много удивительных существ, каждый из которых обладает своими уникальными способностями. Но нам не нужны персонажи, вдохновленные каждым из существ. Росомаха? Потрясающе. Бэтмен? Черт возьми, да. Кенгуру? Как-то не очень. Созданный во времена более комичных и несерьезных комиксов про Человека-паука, кенгуру озадачивают даже самых прогрессивных читателей. Австралиец Фрэнк Оливер отдыхал среди кенгуру, жил и ел с ними. По-видимому, именно здесь он занялся боксом и научился прыгать ко кенгуру. Впоследствии способности были усовершенствованы с помощью науки, что подняло его на большую высоту. Нет, мы не придумываем эту ерунду. Еще более шокирующим стало то, что другой злодей сменил его. Номер 6. Красный стервятник. Ничего страшного, если вы упустили из виду этого персонажа, так как он еще одна незапоминающаяся побочная версия более популярного злодея. И, честно говоря, на первый взгляд он выглядит просто как маньяк в красном костюме стервятника. Но если Эдриан Тумс, стареющий вор с крыльями и носом крюком, то Джеймс Натали, красный стервятник, действительно оправдывает свое имя. Стервятники-падальщики, которые едят тела мертвых или раненых. После того, как его босс насильно превратил его в гибриды человека и стервятника, Натали обзавелся клювом и кислотной слюной, стал злодеем и пристратился к плоти. Вы правильно услышали. Чувак стал каннибалом. Номер 5. Большое колесо. Джексон Уилл – особый злодей. Несмотря на то, что в галерее жуликов Спайди есть много злодеев, применяющих механическую или технологическую мощь, лишь немногие использовали что-то столь же непрактичное, как большое колесо. Этот злодей буквально катается на гигантском бронированном и вооруженном моноколесе. У такого подхода так много недостатков, что мы даже не знаем, с чего начать. Так что используйте свое воображение, чтобы заполнить пробелы. Хуже того, Джексон официально сменил имя на Аксела Уилла, потому что ему явно было мало глупого злодейского прозвища. В данном случае хочется спросить, о чем вообще думал этот парень? Номер 4. Спайдерсайд. 90-е годы был десятилетием излишеств в комиксах. Куда бы вы ни посмотрели, писатели и художники стремились делать вещи более экстремальными. Так персонажи одевали в нелепо рваные, непрактичные костюмы в духе спауна, нагружали их патронными сумками, как у Кейбла, или просто называли их отвратительно дерзкими именами. На страницах Человека-паука все излишества 90-х годов лучше всего отражает такой персонаж, как клон Питера Паркера, Спайдерсайд. Огромный, невероятно мускулистый и в совершенно ненужных, непрактичных ботинках этот персонаж был создан ради стиля, бессодержимого. Почему он может растягиваться как Мистер Фантастик? Молекулярный контроль, клон, что-то там, какой-то бред. Номер 3. Тайпфейс. Думаете, что Пит Но страдает от неудачного выбора дизайна? Поглядите на этого парня. На некоторых картинках мы можем буквально найти буквы Че Зе Хе на его лице. Вьетнамский ветеринар, недовольный работой маркировщиком после возвращения домой, стал суперзлодеем, верить или нет, он стал таким не случайно. Тайпфейс на самом деле создал это сам и использует различные буквы в качестве инструмента своего ремесла. Хотя он в конечном итоге начал все с чистого листа и попробовал свои силы в качестве вегеланта, героя, он дебютировал как злодей. И этот персонаж слишком странный, чтобы не упомянуть его в нашем списке. Номер 2. Мозгочервь. Огромный череп мозгочервя, безусловно, примечателен, но именно тяжелая история жизни приводит его на путь злодейства. Родившись под именем Уильям Тернер, к ней частью названной мозгочервем, ему никогда ничего не давалось легко. Обладая высоким уровнем интеллекта, он случайно убил свою мать с помощью своих умственных способностей в детстве. Его отец умер от шока. После тяжелого детства в приюте он стал использовать свои способности – истощение умственной энергии, чтение мыслей и создание иллюзий для незначительных проступков. К сожалению, внесли свой вклад и проблемы с психическим здоровьем. Несмотря на попытки оставить преступление в прошлом, мозгочерв в конечном итоге стал бездомным и позволил уличной банде себя убить. Серьезно, Марвел? Зачем так мрачно? Номер один. Хтилок Курец и Корова. Что значит, вы никогда не слышали о Хтилоке Курец и Корова? Он легендарный злодей комикса по Человеке-пауке. Хорошо, это ложь. Если быть точным, он появлялся только в трех выпусках, но этого хватило, чтобы попасть в наш список. Хтилок – доисторическое существо, которое люди Дикой Земли когда-то считали богом. О, у него также есть голова, туловище цыпленка и тело коровы. Но, пробудившись ото сна, он показал себя, вступив в схватку с самим Халком, в то время как Спайди пытался решить большую проблему. Хтилок – существо, о котором не так много известно, но, тем не менее, он производит неизгладимое впечатление. Согласен с нашим выбором? О каких злодеев из Спайдермена мы забыли? Напиши их в комментариях. Смотри другие интересные видео на Watchmen же Россия, подписывайся на канал и включай оповещения, чтобы смотреть новые ролики каждый день. Субтитры создавал DimaTorzok